Здравствуйте! Это итоги уходящей недели в студии Махач Курбанов и коротко о самом заметном. Свой угол Министерства труда и социального развития Республики помогло ветерану-афганцу улучшить жилищные условия. Субтитры создавал DimaTorzok Живодеры среди нас. Жестокое обращение с животными не делает чести никому. О правах братьев наших меньших в материале наших коллег. От верхнего до нижнего куруша на одном дыхании. Легкоатлет-любитель пробежал 370 километров за три дня. В Рио главы республики Сергей Меликов встретился с лидерами религиозных конфессий республики. А именно с муфтием шейхом Ахмадом Афанди, архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом, председателем иудейских общин региона Валерием Дебияевым. На встрече обсудили тему взаимодействия власти с религиозными объединениями и роль духовенства в формировании нравственности среди молодежи. Также руководитель субъекта призвал вести разъяснительную работу с населением по поводу вакцинации от COVID-19, которая может помочь людям защитить себя и близких. Муфтий республики шейх Ахмад Афанди награжден медалью за верность отчизне. Награду духовному лидеру вручили на встрече с дагестанскими ветеранами-афганцами. Муфтий поблагодарил за оказанное внимание и отметил героический труд защитников Родины. Шейх подчеркнул, что именно интернационализм и любовь к Родине являются причинами объединения людей. Я вас считаю патриотами страны, героями. И вас я могу уверенно называть, что вы наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Когда там воевали, вы же не делились, вы же не спрашивали там, это кто, это какой нация, это какой район. Как, братья, как одно тело, вы друг друга защищали, защищали свою Родину. Вот это вас и объединяет. Любовь к Родине, любовь друг к другу. Может, кое-кто, защищая своего брата, сам остался там. Поэтому вам непростительно делиться. Да, Аллах, чтобы у вас все было благополучно. В завершении встречи духовному лидеру ветераны-афганцы передали памятный сувенир в виде кинжала. В понедельник Россия отметила 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В честь памятной даты в парке воинов-интернационалистов прошло возложение цветов. У памятника солдатам, павшим в Афганистане, собрались ветераны войны, чтобы почтить память погибших. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан ежегодно помогает ветеранам-афганцам улучшить жилищные условия. Герой следующего сюжета, благодаря такой программе, смог купить себе дом и уже принимает у себя гостей. Подробнее материально моих коллег. Сегодня за чашкой чая уже в собственном доме Набиула Акаев вспоминает о том, как в 18 лет, в 1984 году, он был призван на службу. Рассказывает единственному сыну и жене, как одним из первых в роте попал на спецзадание в Афганистан, в горячую точку, и остался там до 1986 года. По словам мужчины, его родственники и друзья даже не подозревали о том, где ему пришлось побывать и что испытать. У нас, как у советской армии, не было полевой почты. У нас адрес был таджикский, военной части нашей, поэтому никто не знал. Когда домой приехал, уже сказал родителям, никто не верил. Потом поехал в военкомат, это удостоверение взял, что участник афганских событий. Вот тогда они уже начали верить. Даже альбом, я за 6 месяцев до моего увольнения послал домой, они через альбом тоже не догадались. Набиула искренне надеется, что нынешнему поколению не придется увидеть страшных военных дней, а тем, кто прошел эту войну, будет оказано заслуженное и должное внимание. Наш глава республики Сергей Меликов распорядился, чтобы огромная сумма денег из бюджета республики Дагестан была направлена на решение жилищных вопросов афганцев. Я хочу сказать, что то, что я видел, чтобы им не суждено было видеть. Это, конечно, мы тогда молодые были, ничего не понимали, как эти на операцию тоже ходили. Постоянно меня офицеры ругали за то, что я первым постоянно шел. Они меня ругали и говорили, что ты не в Дагестане, ты в Афганистане. По словам чиновников, в прошедшем году в Дагестане удалось обеспечить жильем 83 ветерана. В этом году на улучшение жилищных условий афганцев из федерального и республиканского бюджета заложено гораздо больше средств, что позволит обеспечить жильем большее количество участников афганских событий. Но это касается тех афганцев, которые стали в очередность до 2005 года. Набиулла Акаев вспоминает, что в 90-е у многих знакомых ему ветеранов афганских событий сложилось ощущение, что про них забыли, и ждать внимания государства к их проблемам не имеет смысла. Однако с недавнего времени ситуация кардинально поменялась, и решение проблем ветеранов войн стало вновь приоритетом для руководства страны и республики. Ларьяна Шимхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Мошенничество стало больше. Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов и представители средств массовой информации пообщались в формате круглого стола. По словам министра, по сравнению с прошлым годом увеличились преступления более чем на 30% разного рода. Это кражи и грабежи. Большую тревогу вызывает незаконный оборот наркотиков, который тоже значительно вырос. В этой связи он отметил недавнюю работу по задержанию мужчины в сфере оборота наркотиков, который намеревался сбыть крупную партию во всех городах и районах республики. Еще одна проблема, которую обсудили, это интернет-мошенничество. Как отметил министр внутренних дел, их стало вдвое больше. Несмотря на это, значительно снизились тяжкие преступления против личности. Абдурашид Магомедов отметил, что в большей степени связано это с изменением сознания граждан. В сознании наших граждан мы потихоньку, спокойно, целенаправленно, планомерно выходим из 90-х годов. Когда жизнь человека практически, можно сказать, в большую сторону. Поэтому отмечаю это как позитивное достижение всего нашего общества дагестанского. Министр внутренних дел по республике Дагестан, генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов поздравил бойцов полка патрульно-постовой службы полиции ОМВД с днем образования. Глава ведомства поблагодарил личный состав за ежедневную кропотливую службу. Он отметил, что подразделение было создано 30 лет назад, и его работа является особо ответственной и сложной. От лишившимся сотрудникам полиции Абдурашид Магомедов вручил ведомственные награды. В ходе мероприятия руководство и личный состав МВД почтили память полицейских погибших при исполнении служебных обязанностей и возложили цветы к мемориалу на территории подразделения. В настоящее время и личный состав Министерства внутренних дел и полка патрульно-постовой службы работают, выполняя те повседневные задачи, которые перед нами стоят. И надо нам с вами высоко нести это знание. Добро пожаловать в Турцию. В аэропорту Махачкалы возобновлено международное авиасообщение, которое было прервано из-за коронавируса. В первую очередь дагестанцы смогут прямым авиарейсом попасть в Стамбул. Подробнее моя коллега Патимат Ханапова. Первые шаги на пути к восстановлению регулярного авиасообщения с другими странами. В расписании Махачкалинского аэропорта появились международные полеты. Первый авиарейс уже вылетел в Стамбул. На вылет с территории Российской Федерации планируется уже более 150 пассажиров. На прилет в Российскую Федерацию немного меньше. В связи с тем, что это первый рейс, открывшийся в аэропорту. Всем пассажирам нужно иметь отрицательный результат по COVID-19. И выдан документ должен быть за три дня до пересечения границы. Это требование авиационных властей Турции. При поездке за границу путешественникам рекомендуется внимательно изучить правила приема гостей в стране. Но и, конечно же, обязательно проверить наличие задолженностей и долгов. У нас выявляются часто лица, которые имеют задолженности различные. То есть им ограничен выезд из Российской Федерации. В таких моментах надо будет быть внимательным, проверить свой документ перед вылетом, чтобы не было таких заминок. Рейсы в Стамбул регулярные. Вылет в 6 утра еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Пока международное авиасообщение налажено только с Турцией. Но список будет периодически пополняться. Я ждал недолго, путешествовал по России в это время. Конкретно то, что Махачкал в Стамбулу открыли сообщение, это очень удобно, потому что я здесь по Кавказу поездил. И отсюда удобно было вылететь. Довольно много путешествую в целом, поэтому люблю открывать новые места. И здорово поехать в Турцию. Тем временем представители Ассоциации туроператоров России отмечают, что зарубежные путевки уже приобретают десятки тысяч туристов. При этом спрос на отдых в нашей стране не снизился. Батимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В среду в Цунтинском районе на дороге Шаури-Агвали сошла лавина. Случилось все в 8 утра. Снежная масса вышла на полотно дороги. Жертвы разрушений, к счастью, нет. На место для расчистки дороги была направлена техника Дагавтодора. До окончания работ по расчистке все маршруты выполнялись по Бештинскому участку. Вся неделя для дорожников Северного Кавказа выдалась непростой. Управление дорожного хозяйства Кавказ устраняло последствия непогоды на территории почти 700 километров федеральной трассы по территории Дагестана. Всего на федеральных дорогах Северного Кавказа использовали свыше 7 тысяч тонн противогололедных материалов. В работе было задействовано 212 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. У Пырдор Кавказ организована круглосуточная работа по зимнему содержанию трасс в регионах СКФО для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Сейчас более 300 единиц техники убирают снег на автомобильных дорогах республики. Как сообщает Минтранс, в работе задействовано 530 человек. На опасных участках устроены конусы из противогололедных материалов. Снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном режиме. Погода под конец зимы подкинула Дагестану снег и гололед. Для содержания дорог, федерального и местного значения, а также снижения ДТП, ответственные службы приложили немало усилий. Сегодня у нас в гостях Родионов Самрат Юрьевич, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД по республике Дагестан, который расскажет, какова была дорожная ситуация в регионе в связи с ухудшением погоды. Салам алейкум. Алейкум, салам. Таксюшка, какая же была ситуация в Дагестане? Ну, несмотря на то, что подразделениями госавтоинспекции внесен определенный вклад в снижение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, тяжести последствий в них, взаимодействия с заинтересованными подразделениями и дорожными хозяйствами, субъектами, дорожная ситуация остается на территории республики еще сложной. За истекшую неделю на дорогах республики 27 дорожно-транспортных происшествий, погибло 3 человека и ранено 38 человек. Вы задумайтесь, количество трое погибших. Госавтоинспекция, она вносит свой вклад в то, что сохранить каждую жизнь. Несмотря на это, с начала уже года у нас погибло 36 человек. Это колоссальное количество погибших. И все усилия, которые мы прикладываем для сохранения жизни и здоровья, одними силами госавтоинспекции выполнить тяжело. Нам для этого необходима уже помощь самих участников дорожного движения, как водителей транспортных средств, так и самих пешеходов. А какие бывают часто дорожно-транспортные происшествия? Зачастую основным видом дорожно-транспортных происшествий это у нас столкновение транспортных средств, далее у нас съезд дороги с последующим опрокидыванием, у нас наезды на пешеходов. Это основная масса, которая нам дает, влияет на состояние аварийности, тяжести последствий в них. При этом зачастую водителями основные нарушения допускаемы. Это выезд на полосу, предназначенный для встречного движения, далее нарушение скоростных режимов, невыполнение. И тяжесть последствий у нас высока за счет показателя того, что граждане у нас пренебрегают правилами дорожного движения, не пристегиваются ремнями безопасности, что влечет в высокой тяжести последствий. Ясно. Но какие, по вашему мнению, дополнительные меры необходимы для снижения аварийности на дорогах, в частности, именно в Дагестане? На своем примере, хотя бы скажите, как автомобилист, вы передвигаетесь по городу, что нужно делать, что подскажете нашим землякам в первую очередь? С учетом прошлой недели, которая у нас уже сложилась холодной, и предстоящей неделе, по прогнозам гидромедцентра, она будет холодной, у нас до 10 градусов будет холода. В связи с улучшением условий региональной госавтоинспекции внимание водителей акцентирует на обязательное соблюдение безопасности скоростного режима, строгое соблюдение правил дорожного движения. В зимних условиях на дорогах возможно образование гололедица, которое может способствовать внезапной потере управления транспортным средством, в том числе из-за порыва ветра. Особенно опасны резкие маневры на загородных автомобильных дорогах при необдуманных выезде на встречную полосу движения, а также при обезде опасных участков или местах образования гололедица. Необходимо помнить про дистанцию, боковой интервал между автомобилем, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Водителям следует быть предельно внимательным при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешехода обзор может быть ограничен, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. В связи с этим Госавтоинспекция Республики Дагестан призывает водителей не выезжать на дорогу на летних шинах и с малым стажем вождения водителей, а также рекомендует всем участникам дорожного движения быть крайне внимательным на дороге. Также Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения в экстренной ситуации. Следует обращаться за помощью в подразделении Госавтоинспекции, точнее, если быть, то Управление Госавтоинспекции по Республике Дагестан по номеру 99-46-96, где вам всегда окажут помощь, направят наряды заблаговременно и вам окажут своевременную качественную помощь. Вот вы как автомобилист, скажите, как передвигаетесь по городу, на какой скорости? Нужно быть осторожным всегда предельно, особенно в Махачкале, допустим? Предельно осторожным нужно быть не только в Махачкале, везде, абсолютно везде. При обязательном требовании правил дорожного движения, прежде чем мы садимся за руль, необходимо пристегнуться ремнем безопасности, убедиться до того, как вы сели в транспортное средство, убедиться в его техническом состоянии транспортного средства, убедиться, что тормозная система у вас находится в исправном состоянии, убедиться, что у вас работают все необходимые механические агрегаты транспортного средства, которые вам позволят беспрепятственно спокойно передвигаться по дорогам республики. Обязательное требование – соблюдать правила дорожного движения, внимательно смотреть на знаки, дорожные знаки, зачастую у нас пренебрегают и этим. Далее, внимательно наблюдать за действиями пешеходов, водителей транспортных средств, не быть уверенным в том, что вы умеете ездить и заблаговременно думать о том, что водитель, противоположный, может иметь стаж менее года, менее двух лет, не имея стажа вообще управления транспортным средством, допустим, дорожное транспортное происшествие, от которого вы не сможете уйти, и произойдет автопроисшествие, в результате чего могут погибнуть либо пострадать люди. Вам большое спасибо за ответ на вопросы. Случаи жестокого обращения с животными, к сожалению, становятся обыденностью. Отдельных МВД республики уже привлекло к ответственности. Как зоозащитники помогают братьям нашим меньшим, и что о живодерах говорит закон, расскажет Наталья Ханбабаева. В социальных сетях распространился ролик, на который мужчина палкой сбивает лису или шакала. Один из подозреваемых объяснил, что расправа над животным стал наказанием за нанесенный вред. По словам мужчины, лиса наносила урон хозяйству и пугала его домочадцев. Статья 245 Уголовного кодекса так и называется – жестокое обращение с животными. За издевательство положено суровое наказание. Человек, причиняющий боль и страдания, будет наказан штрафом, арестом и даже лишением свободы. То, что касается издевательства над животными, это вы правильно сказали, надо быть в том числе неадекватным человеком, чтобы так себя вести. Есть уголовная ответственность, и мы каждому факту такой оценки будем давать. Если у вас есть такие материалы, направляйте, мы будем проводить соответствующую проверку, давать процессуальную оценку и давать исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Проявление жестокости наших дагестанцев многогранно. Это причинение боли животному, лишение его воды и пищи, содержание на морозе или жаре и другие бесчеловечные действия. Нами заявления периодически пишутся, когда нам обращаются по жестокому обращению. Последний случай был связанный с убийством Орла Краснокнижного. Это вызвало очень массу негатива в соцсетях. Бурная такая была у всех реакция. Но, к сожалению, конечно, чтобы обратить на это внимание, на такой вопиющий, жестокий фактор, нам пришлось обратиться к Фадееву Валерию Александровичу, председателю совета, предпрезиденте Российской Федерации по развитию гражданского права и правам человека. Только с его помощью он взял это дело под контроль и здесь завели уголовное дело. С точки зрения религии у животных также есть права. В исламе четко обозначены этические нормы обращения с живыми существами. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорил своим сподвижникам, то есть в назидании и нам, чтобы мы даже не точили нож перед животным, чтобы не вселять страх в это животное. То есть таких примеров очень много. Можно привести также пример отношения самого пророка, саллиллаху алейху ассалям, к животным, когда, как говорится, однажды он увидел на своем халате кошку и вырезал, чтобы не побеспокоить это животное, вырезал то место, на котором лежала эта кошка, чтобы даже не потревожить ее сон и забрал свой халат. У российского закона о животных непростая судьба. Тема его создания поднималась еще в конце 90-х годов, однако окончательный вариант смогли принять только спустя 20 лет. Стоит помнить о моральной стороне вопроса. К тому, кто слабее и беззащитнее, необходимо относиться ответственно. Наталья Ханбабаева, Мусат Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Благотворительную помощь получили жители Дербента, где также прошла акция фонда «Инсан» – продукты в каждый дом. Всего в продуктовых наборах рассчитано более чем на тысячу семей. Помощь будет распределена среди нуждающихся Дербента и Дербентского района. К акции подключились представители органов власти, религиозные деятели, известные спортсмены и волонтеры. Организаторы подчеркнули весомый вклад жителей республики в оказании помощи нуждающимся. Благотворительный фонд «Инсан» сегодня является самым масштабным по оказанию помощи своим подопечным, число которых достигло несколько тысяч семей. Это и продуктовая помощь, помощь медикаментами, улучшение жилищных условий и обеспечение необходимой одежды. Свыше 50 тонн томатов из Азербайджана недопущены к ввозу на территорию России. Три партии свежих помидоров задержаны инспекторами Управления Росельхознадзора по республике из-за обнаружения в них карантинного объекта Южноамериканской томатной моли. Это опасные вредители овощных культур закрытого и открытого грунта. Основной путь ее распространения на большие расстояния это листья рассады и плоды посленовых культур. Грузы возвращены обратно в Азербайджан. Пробежать 370 километров за три дня. Такую цель поставил перед собой дагестанец Займудин Семедов. Легкатлет-любитель стартовал 16 февраля в населенном пункте Куруш-Верхний, а финишировать собирался в селе Куруш-Нижний. На отрезке пути Махачкала-Хасавюрт с марафонцем встретилась и наша съемочная группа. Дождь, снег, порывистый ветер, мокрая и даже заледенелая дорога. Ничто не сломило духа и не убило желание пробежать почти 400 километров в одиночку. Для Займудина Семедова это уже седьмой марафон на длинные дистанции. В свои 31 год он ставит перед собой цели быть не лучше кого-то, а становиться лучше себя ежедневно. Его мечта – попасть в книгу рекордов Гиннеса. Себе доказать и всем, что в жизни все возможно. Надо только стремиться, стараться и все получится по воле. Сложнейшим треком на всей дистанции оказался самый высокогорный населенный пункт в Европе – селение Куруш. Перепады давления и суровые погодные условия диктовали свои правила забега. И спортсмену пришлось замедляться, но рядом всегда была команда поддержки. Мы просто по горам никогда не бегали и решили спуск 22 километра до Усухчая, с Куруша до Усухчая, без остановки пробежать, там большие спуски. Добежал два часа. Потом первый день мы решили бежать два часа и останавливаться 15 минут. В течение 15 минут массаж, что-то попить, финик поесть. В багажнике машины, сопровождающей легкоатлета, конечно же, не только бутылки с питьевой водой. Тут есть все, что необходимо – медикаменты и еда. Бежать приходилось даже ночью. Продолжительность трека – два часа, а на остановку всего 15 минут. К слову, за время отдыха даже присоединялись юные последователи. Займудин рад быть примером для подрастающего поколения, однако не советует повторять подобный забег на почти 400 километров в холодное время года. Сразу не стоит так вот, тем более погодные условия, видите, вот. Пусть подготовится хорошенько, вот. И если кто хочет, пускай постарается, да, вот. Я думаю, все получится. Одиночный забег, который начался в 9 утра с верхнего Куруша 16 февраля, завершится уже завтра утром в его родном селе Новый Куруш. Там марафонцы обещали встретить как героя. Ларианна Шемхалаева, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать на этой неделе. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго.